Самозарождение жизни Привет. С вами Корней. Сегодня я хочу поставить эксперимент по самозарождению жизни. Я хочу получить живое из неживого. Теоретически это возможно. Учёные считают, что когда-то на древней земле, жизнь самозародилась из неживой материи. Здесь есть варианты. Некоторые учёные предполагают, что жизнь могла быть занесена на Землю на метеоритах или кометах. Но в любом случае, это переносит место самозарождения жизни. Это означает, что она самозародилась не на Земле, а на каких-то других планетах. Так или иначе, самозарождение живого из неживого возможно. Учёные придерживаются такого мнения. Подобные эксперименты ставил американский учёный Миллер. Он брал сосуд, в котором была вода. А пустое пространство в сосуде, он заполнял смесью газов, которые имитировали атмосферу древней земли. Через эту смесь газов, он пропускал электрическую искру. Что имитировало грозы, молнии. И через некоторое время, вода в сосуде приобретала желтовато-бурый оттенок. Когда Миллер проанализировал эту воду, оказалось, что в ней плавают сгустки аминокислот. Аминокислоты, это молекулы, являющиеся основой жизни. Из них состоит всё живое. Впоследствии, эксперимент Миллера был подвергнут критике. Потому что Миллер брал состав газов в соответствии с представлениями науки своего времени. Но со временем, учёные поменяли мнение о том, какой был первоначальный состав атмосферы древней земли. И поэтому они посчитали, что эксперимент Миллера не имеет значения. Но последователи Миллера повторили эксперимент, взяв новый состав газов. И они вновь получили положительный результат. Опять получились аминокислоты. Когда они стали варьировать этот эксперимент в каких-то пределах, они брали разную смесь газов. Они по-разному воздействовали на неё. Не только электрической искрой, но и радиацией, ультрафиолетовым излучением. И в каждом из экспериментов, иногда раньше, иногда позже, вода приобретала бурый оттенок. И в ней находились аминокислоты. То есть получается, что изначальные условия могут варьироваться даже в достаточно широких пределах. Так же, как и воздействие на определенные вещества. Всё равно, какой-то химический фундамент для жизни возникает. Жизнь в каком-то смысле является неизбежным. Кстати, сам Миллер нашёл в своём эксперименте 5 аминокислот. Пробирки с его образцами хранились долгое время. И его последователи через 50 лет провели повторный анализ. И они нашли в этих пробирках 22 аминокислоты. То есть, либо Миллер недостаточно хорошо провел анализ, либо эти аминокислоты в течении этих 50 лет, каким-то образом в этих пробирках продолжали эволюционировать. И из 5 аминокислот получилось 22. Мне кажется, что вторая версия более правдоподобная. Ну что ж, приступим к эксперименту Миллера. Итак, нам нужна смесь газов, которая будет состоять из метана, аммиака, водорода и монооксида углерода. То есть угарного газа. Сначала мы получим угарный газ. Угарный газ я буду получать при помощи сжигания спирта. Спирт при сжигании даёт воду и углекислый газ. Но при недостратке кислорода, в бутылке будут такие условия. Вместо углекислого газа будет образовываться угарный газ. Угарный газ имеет практически такую же плотность, как воздух. Он лишь чуть-чуть легче. Практически такой же. Поэтому можно не опасаться того, что он как-то быстро улетучится. Можно не опасаться, но всё-таки желательно закрывать. Бутылка у нас немного деформировалась, как вы видите. Но это ничего страшного. Теперь мы должны добавить сюда метан. Теперь мы будем добавлять сюда метан. Это у нас импровизированное устройство по добыче метана. Не вздумайте повторять это дома. Потому что всякое может быть. Итак, мы должны убедиться, что в шланге не осталось воздуха. Сейчас мы это проверим. Отлично. Весь воздух вытеснен. Теперь мы добавим метан в бутылку. Нужно иметь ввиду, что метан значительно легче воздуха. И поэтому делать это нужно очень быстро. Ну, в смысле очень быстро закрыть бутылку. Ну, что ж. Пожалуй, готово. Теперь добавляем сюда аммиак. Простее закрываем. Теперь нам осталось добавить водород. Водород мы возьмём из воздушного шарика. Наберём его в шприц. Не удивляйтесь, что я прокалываю шарик шприцом. Всё дело в том, что здесь наклеим скотч. Так. Игла достаточно узкая. Поэтому набирается это всё медленно. Ну, что ж. 150 миллилитров водорода, мне кажется, достаточно. И так, теперь мы снова должны действовать очень быстро. Отлично. Ну, что ж. Необходимая смесь в бутылке получена. Но мы теперь её должны ещё простерилизовать. Потому что, конечно же, туда могли попасть какие-то микроорганизмы. Их наличие исказило бы результаты. Вот так. Мы прокипятим плотно закрытую бутылку. И таким образом получим здесь стерильную среду. Помещаем её в кипель ток. И ждём некоторое время. Итак, стерилизация завершена. Я кипятил эту бутылку приблизительно 30 минут. Как видите, она деформировалась. У неё раздулось дно. Но из-за этого даже кажется, что жидкости в ней стало меньше. Теперь, мы должны всё это правильным образом установить. Дело в том, что эта жидкость должна постоянно подогреваться. Для этого я использую сушилку для обуви. Я помещу это всё в кастрюлю. И засыплю солью. А поскольку здесь есть отверстия, в них может попасть соль. Я помещу их в целлофановые мешочки. Засыпаю солью. Всё так. Засыпаю солью. Засыпаю солью. Засыпаю солью. Засыпаю солью. Замечательно. Двух пакетов соли нам хватило. Это потом будет подключено к сети. И газовую среду я буду облучать ультрафиолетовым светом. В классическом опыте использовалась электрическая искра. Но это сделать сложнее. Проще сделать с ультрафиолетовым светом. Как я уже сказал, это тоже работает. У меня есть ультрафиолетовый фонарик. Вот таким образом я это всё устанавливаю. Всё это будет помещено в кладовку. Не потому, что это какое-то волшебное место. А потому, что там это никому не будет мешать. И я буду следить за тем, появятся ли какие-то признаки жизни в этой бутылке. И конечно же, об этом будет видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok